МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осенними вечерами все чаще пешеходы попадают под колеса автомобилей. Чтобы не стать жертвой, нужно правильно одеваться. И открытие года. Аквапарк принимает гостей. Новые дороги и общественный транспорт позволят добраться без проблем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый снег и похолодание не застали дорожников врасплох. К зиме уже подготовили и технику, и даже запасы противогололедной смеси пополнили. Песка и соли к грядущей зиме заготовили больше обычного, а именно 107 тысяч тонн. Эта смесь проверена временем, не разъедает так обувь и металл автомобилей, как химические реагенты. Песок и соль дешевле и безопаснее. В этом году сменили поставщика. Песок для новосибирских дорог теперь содержит меньше примесей. Он, конечно, дороже, но зато нет ила, из-за которого раньше весной появлялась пыль. По качеству поставляемых материалов для приготовления противогололедных материалов вопросов нет. Все материалы, поставленные для МКУ ДО-1, соответствуют тем техническим требованиям, которые были заявлены в аукционной документации. Кроме того, противогололедную смесь готовят по новому рецепту. Количество соли по рекомендации Федерального министерства транспорта увеличили на 3%. Именно хлорид натрия не дает снежной каше застыть на дороге, а значит налить и накат образуются только при очень низкой температуре. В общем, песок и соль есть. Дорожники готовы в любой момент с поправкой на погоду посыпать дороги. Автоинспекторы уже в середине недели начали предупреждать водителей о надвигающемся похолодании и даже рекомендовали сменить покрышки. Впрочем, для большинства автовладельцев, как правило, первый снег вовсе не повод ехать на шиномонтаж. Очереди туда выстраиваются в день жестянщика, когда уже поздно. Автовладельцы вообще отличаются особым отношением к жизни. Машина давно уже не роскошь, а средство передвижения. Но многие, кто садится за роль собственного автомобиля, чувствуют себя хозяевами положения и от этого комфорта не готовы отказываться. Пройти лишний километр пешком сложно. Припарковаться на перехватывающей стоянке и пересесть на общественный транспорт вообще на грани фантастики. А вот парковаться на газонах, тротуарах или просто вторым рядом не зазорно. А еще автовладельцам нужны широкие дороги, парковки на каждом углу, чтобы было удобно. Об удобствах и разумном подходе к организации стоянок. Александр Вяткин. Короли тротуаров и газонов. Одни паркуются так, как им удобно, другие просто не хотят искать свободные места. На улице Советской вторым рядом автомобили стоят сразу с двух сторон. Некоторые водители сидят в салоне и включили аварийный сигнал, но большинство просто бросают своих железных коней и уходят по делам. Некоторые машины стоят целый день, пока их владельцы работают. У тех, кто приезжает в центр на пару часов, а иногда и минут, возникают проблемы. Мирали работает курьером, развозит цветы. Говорит, остановиться около тротуара на Красном проспекте вынужден. Вынести товар – дело на пару минут. Но чтобы это простое задание выполнить, приходится попотеть. Надо создавать условия. Нет, подъезжаешь куда-то, невозможно, вообще невозможно. Полкурек два раза крутишься, места не можем найти. Найти решение проблемы удалось. Ограничить парковку в центре по времени и сделать ее платной. Произойдет это уже весной следующего года. На первом этапе 4,5 тысячи мест для стоянки будет на территории. От Южной площади до улицы Писарева. По бокам зона платной парковки ограничится улицами Семишемшиных и Советской. Это решение – единственный выход в нынешней дорожной ситуации. Это не доходный проект. Мы его и не собираемся просчитывать пока. Мы по факту будем смотреть. Это инвестиционный проект. И мы не считаем здесь доход. Это социальный проект. Главная задача – решить социальную проблему. И доходную часть даже еще, я вам честно говорю, мы еще даже не просчитывали ее. Строить будут и перехватывающие стоянки. Они есть сейчас, но не востребованы в полной мере. На этой подземной парковке под одним из торговых центров в разгар рабочего дня стоит всего несколько десятков автомобилей. В то же время на улицах все забито под завязку. Если бы автовладельцы не занимали место на дороге, а припарковались здесь, то от машин по обочинам были бы свободны сразу несколько улиц в центре. Кирилл живет во дворе дома по улице Советской. Его двор расположен на территории, которая станет платной для парковки автомобилей. Шлагбаума здесь нет. И оставить автомобиль у собственного дома – порой неразрешимая задача. Очень большая проблема с парковками. Если я ребенка увожу 8 часов в садик, переезжаю обратно домой, мне негде встать. Места появляются в 6, только в 6-7. Жителям центра дорожная реформа принесет только плюсы. Такие автовладельцы будут резидентами. И оставить автомобиль на платной парковке они смогут бесплатно. Кстати, предполагаемая стоимость часа стоянки будет от 30 до 40 рублей. Буду ставить где бесплатно. То есть я не буду там парковаться. Парковаться где захочется уже не получится. За соблюдением правил и оплаты стоянки будут следить камеры. Как стационарные, так и передвижные. А значит, новая система еще и культуру автовладельцев повысит. Специальная служба паркомов – это автомобили, оснащенные специальным оборудованием, которые будут отслеживать нарушители. Мы готовы закупить на свои деньги это оборудование, обучить специалистов и передать городу в рамках реализации проекта. То есть наша финансовая модель учитывает подобные затраты. Именно по принципу муниципально-частного партнерства будет воплощен этот проект. Каждый рубль за парковку попадет в городскую казну. И лишь часть средств будут перечислять инвесторам. В любом случае от дорожной реформы выиграют автовладельцы. Ведь улицы уже не будут местом для хаотичной стоянки. Они станут местом для свободного движения. Александр Вяткин, Дмитрий Канн, Денис Савинский. Новосибирские новости. Осенняя призывная кампания стартовала. План у комиссариатов уже который год стандартный. Две с половиной тысячи человек призовут на срочную службу. Судя по этим цифрам, о контрактной армии в нашей стране постепенно забывают. Хотя еще недавно на федеральном уровне заявляли о скором переходе войск на профессиональную основу. От срочников, тем не менее, отказываться не собираются. Оно и понятно. Так дешевле. Что интересно, на срочную службу сейчас идут охотнее. А вместо альтернативной призывников все больше привлекает служба в научных ротах. Такую собирались создать и в Новосибирске, ввиду особой популярности. Но такого подразделения в нашем регионе до сих пор нет. Наш ресурс потенциальных кандидатов для научных рот достаточно больше, что мы можем спокойно сформировать сами одну роту. Ну, где она будет находиться, в Новосибирске или в каком-то другом месте. Вот это вопрос, на который в комиссариатах пока ответить не готовы. Зато охотно презентовали новшества компании. Призывникам этого года дадут по шапке. Причем новый, усовершенствованный. Одежда и правда имеет большое значение. Особенно сейчас, осенью, не случайно количество аварий с участием пешеходов увеличивается. Темная одежда, ранние сумерки, а еще мокрый асфальт. И в результате человека на дороге трудно заметить. Особенно, если улицу пешеход переходит в неположенном месте. Автоинспекторы на этой неделе специально вышли на дороги. Не только, чтобы штрафовать нарушителей. Главное, предупредить, слишком уж много жертв в последнее время среди пешеходов. Вероника Иванова о причинах печальной статистики и о том, как в нее не попасть. Мужчина, который дает показания в патрульной машине, насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Скрыться с места ДТП не удалось. Алкоголь в крови зашкаливает. Все обстоятельства еще предстоит выяснить. Очевидцы говорят, водитель превысил скорость. На какой свет он ехал, я, честно говоря, сейчас не могу сказать, не помню. По-моему, на зеленый. Потому что я так не могу сказать. Но улетел он конкретно. Потому что я его еще заметил, когда он из полосы полосу вилял. Печальная статистика последней недели. Трое погибших под колесами. Правда, как говорят автоинспекторы, в половине подобных случаев виноваты сами пешеходы. Нет культуры дорожного движения ни у тех, кто за рулем, ни у тех, кто на своих двоих. Всю неделю на территории города Новосибирска проводятся профилактические мероприятия «Пешеход». Ежедневно сотрудниками госавтоинспекции выявляется около 200 нарушений как участниками дорожного движения, непосредственно автомобилистами, так и пешеходами. Инспекторам приходится выходить в рейды и ловить самоуверенных пешеходов чуть ли не за руку. В Новосибирске 20 особо опасных для пешеходов мест. Так на нарушения тянет людей на проспекте Маркса. До светофора кое-где всего минута ходьбы. Однако дефицит времени и удобства – главные аргументы нарушителей. Вы знаете, просто торопилась в поликлинику, чтобы доктор не ушел. Потому что обедный перерыв, если я так раз-раз далеко просто обходить с той стороны, с другой стороны. Спешка для пешехода может обернуться трагедией, напоминают автоинспекторы. Я вас предупреждаю, чтобы вы не нарушали правила дорожного движения и ходили по пешеходному переходу. Кто-то из нерадивых пешеходов отделывается предупреждением. Злостным нарушителям выписывают штраф в 500 рублей. В течение 20 дней его можно оплатить со скидкой – 50%. Но эта льгота вряд ли во благо. Я так понимаю, что сумма штрафа не такая великая. Поэтому 250 рублей для человека – это незначительная сумма. Поэтому они нарушают. На этой неделе на дороге вышло 27 экипажей ДПС. Подобные рейды в ближайшее время будут проводить регулярно. В том числе в вечернее время. Ведь ДТП с участием пешеходов учащаются. Темнеет рано, светает поздно. Пешеходов на дороге не видно. Свет одежды, конечно, вносит свой характер. Рекомендуем всем пешеходам носить какую-то яркую одежду с элементами отражающими. Черное стараться полностью не одевать. Что-то белое, яркое. Проведем эксперимент. Я перейду дорогу в темном пальто. По ней будет двигаться шофер нашей редакции. Водитель со стажем. И потом у него спросим, насколько хорошо у меня было видно и с какого расстояния. Тот же эксперимент, но в светлой одежде. Что скажет водитель? Когда вы были в белом, естественно, я вас раньше заметил. А когда в черном, вы сливаетесь с дорожной обстановкой. И уже в последний момент, как бы, начинаешь только осознавать, увидел последний момент пешехода. Когда снег выпадет основательно, видимость улучшится. Но начнется гололед. Тормозной путь автомобилей увеличится. Поэтому водителям и тем более пешеходам, даже в самой яркой одежде, автоинспекторы советуют не расслабляться на дороге, чтобы не пополнить печальную статистику. Вероника Иванова, Евгений Макаров. Новосибирская неделя. Таких домов на всю страну всего четыре десятка. А в Новосибирске вообще только один. Звание «Дом образцового содержания». Причем на федеральном уровне. Новосибирской многоэтажки присвоено впервые. Теперь на фасаде дома номер 15 на улице Лежена красуется большая табличка. До этого дом отметили в местном конкурсе. У нас проводятся конкурсы на лучший дом содержания. Но вот это историческое событие буквально, потому что всего 41 город имеет такие дома. Дружные соседи и совместная работа над комфортом. Вот благодаря чему завоеваны громкие титулы. Во дворе дома сразу два просторных сквера, фонтан, скульптуры и даже площадка для выгула собак. При этом в доме ТСЖ и собственники сообща по-товарищески договорились каждый месяц платить за содержание по 17 рублей 24 копейки с каждого квадратного метра. Конкурс просветительских проектов «Открытый бюджет Новосибирска» запустили в мэрии. Его участникам предстоит творчески подойти к раскрытию финансовой темы. К примеру, изобразить как, из каких источников пополняется бюджет города и на что потом тратят деньги. Все подробности о правилах конкурса, а еще справочные материалы можно найти на нашем сайте nsknews.info. Победители конкурса «Открытый бюджет Новосибирска» ждут призы, разумеется, денежные. А вот как эту победу завоевать, об этом поговорим далее. Перед участниками конкурса будут стоять очень сложные задачи. Каким-то образом очень просто объяснить суть бюджетных процессов и вообще самого понятия бюджет. Вот смогут ли… Мы не богаты ресурсами, так сказать, земли, нефть, уголь, газ и так дальше. Но мы богатыми, так сказать, горожанами, которые вот своим умом, талантом, креативностью и нетривиальным взглядом на обычные вещи как раз и формируют конкурентное преимущество Новосибирска. Поэтому я думаю, что тот, кто хочет, тот разберется. Конкурс называется «Открытый бюджет». По сути, он и никогда и не был закрытым. Всегда все доступно. И как будут распределяться средства бюджетные? И может человек поучаствовать в его обсуждении? Мы активно используем и, так сказать, современные электронные каналы коммуникации на сайте города Новосибирска. Все это за две недели до проведения публичных слушаний. Материалы по очередному бюджету на очередной плановый период размещаются. Поэтому, пожалуйста. Попрошу дать небольшой совет участникам конкурса. Что им главным образом нужно понять и сделать для того, чтобы выиграть или, по крайней мере, привлечь к себе внимание своей работой? Ну, на самом деле, тут же вопрос не в способе подачи материала. Мультфильм ли это будет, скретч-шоу или какие-то сосуды сливаются, переливаются, ванночки и прочие все вещи. Изобразительная модель – это уже второе. А первое, это, мне кажется, более важная и понятная содержательная часть. Это, на самом деле, программа финансовой грамотности. И то, что касается, так сказать, бюджета города, это касается бюджета семьи. Поэтому и здесь, мне кажется, надо простым языком, используя различные визуальные средства, рассказать, что такое доходы, расходы, дефицит, профицит, налоговые доходы, неналоговые доходы. И вот с таким вот хозяйским подходом, как будто к бюджету ты относишься как к своему личному бюджету, бюджету своей семьи. Это, кстати, очень хорошая идея бы была для творческого воплощения. На заметку возьмут наверняка участники конкурса, перенести все это на формат семьи и взаимоотношения между родственниками. Очень удачно было бы. Все-таки открылся. Аквапарк начал свою работу. Причем в первый день билеты можно было купить только в кассе. Предусмотрительно открыли Аквамир не с самого утра, а только в 4 часа дня. Ажиотажа миновать не удалось. Но главное было избежать транспортного коллапса на подъездах. Дороги готовили заранее. Муниципалитет с владельцем аквапарка и с застройщиком большого жилмассива по соседству заключил соглашение о расширении уже существующих дорог и строительстве дополнительного съезда с Димитровского моста. Для тех, кто будет добираться до аквапарка не на личном авто, а на общественном транспорте, работают два автобусных маршрута номер 16 и 19. Они курсируют от площади Маркса до улицы Моторной. Ближайшая к аквапарку остановка называется магазин номер 18. А можно доехать до остановки мост на дамбе Димитровского моста. Здесь проходит аж 10 маршрутов. Кроме того, мэр поручил проанализировать ситуацию после открытия аквапарка, отследить пассажиропоток и потребность в дополнительном транспорте. Такой была уходящая неделя. Материалы выпуска и еще больше информации доступны на канале Новосибирские новости в Ютубе и на сайте nsknews.info. Всего доброго.